МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня не совсем обычная история про то, как в Югре приструнили коллекторов. Началось все с того, что еще в июне прошлого года у жителей Нижневартовска возникла просроченная задолженность перед одной из микрофинансовых организаций. Это игра территории безопасности. Меня зовут Антон Валитович. Мы начинаем. Спустя некоторое время в окружное управление службы судебных приставов обратилась местная жительница, жена того самого вортовчанина. Она рассказала, что ее заставляют вернуть долг за своего супруга. Женщина пожаловалась на назойливые звонки с угрозами и психологическое давление. В подтверждение она предоставила детализацию звонков, аудиозаписи, телефонных разговоров. Все свидетельствовало о том, что поступали назойливые, а что самое главное, необоснованные звонки. И в целях побуждения к возврату просроченной задолженности, они где-то там на просторах интернета нашли сведения о том, что номер телефона нашей заявительницы как-то связан с должником и начали осуществлять с ней взаимодействие. Требовали вернуть долг. Заявительница объяснила коллекторам, что сам должник мобилизованный находится в зоне СВО. Связаться с ним невозможно, но ее доводы услышаны не были, звонки не прекращались. В рамках возбужденного дела об административном правонарушении установлено обстоятельство, что был первоначальный кредитор, это микрофинансовая организация, которая в дальнейшем уступила финансовое обязательство жителя города Нижневартовска новому кредитору, юридической организации, профессиональной коллекторской организации, состоящей в государственном реестре. После обращения в службу судебных приставов коллекторское агентство получило штраф в 100 тысяч рублей и моментально отстало от женщины. Ведь по закону требовать немедленного возврата долга от мобилизованного военнослужащего не имеет права никто. Какие сейчас у нас для мобилизованных, вообще для военнослужащих существуют послабления по закону? Ну, при наличии задолженности, да, устанавливается льготный период, внесены изменения законодателям, при котором при наличии льготного периода запрещается требовать задолженность любым способом взаимодействия. Федеральным законом номер 230 о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении возврата просроченной задолженности урегулированы общие правила действий, направленных на возврат долга. Так, для взаимодействия коллекторов с третьими лицами, не с самим должником, а даже хотя бы с его ближайшими родственниками, кредитору или его представителю необходимо получить письменное согласие как самого должника, так и третьего лица, содержащее в том числе согласие на обработку его персональных данных. При возврате долга запрещается раскрывать сведения о должнике, о просроченной задолженности и ее взыскании никому. Не допускается непосредственное взаимодействие с должником в течение льготного периода, но об этом мы уже говорили. По вопросам правомерности действий кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, можно обратиться в службу судебных приставов ЮГРЫ, а устную консультацию можно получить по телефону, который вы видите на ваших экранах. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте юградефис.тв.ру, а также в наших социальных сетях. Это ЮГРА территория безопасности. Меня зовут Антон Лайтович, берегите себя и до встречи. Мы находимся в одном из самых популярных магазинов Ханты-Мансийска. Сюда приезжают целыми семьями, закупаются не на один день. Но безопасно ли это, сейчас выясним. У большинства упаковок нарушена целостность. Разные производители, но ни на одну из пачек мы не наблюдаем честного знака. Нарушений здесь действительно много, мы решили проверить. У него стоимость 73 рубля. Ну вы понимаете, да, полкилограмма сливочного масла, себестоимость его изготовления, оно в разы больше.